Привет, друзья! С вами Радиус, мы X4 Foundation, и сегодня рассмотрим вопрос, как построить так называемый замкнутый комплекс производства. Огромную станцию, которая будет производить какую-то готовую продукцию, готовый товар, и не требовать закупки ресурсов для ее производства. То есть, станцию, которая будет обеспечивать сама себя ресурсами, и позволит извлекать наибольшую выгоду из продажи готовой продукции, так как у нас не будет необходимости закупать ресурсы для ее производства. Итак, для начала нам нужно решить, что именно мы будем производить. Во Вселенной X есть товары, которые требуются всегда, которые потребляются верфями, которые потребляются на постройку других станций, фабрик и комплексов. Вообще, есть такой товар, который покупается вообще всегда во Вселенной X, даже если он не требуется в качестве ресурса станциями других рас. Это клейтроника, так называемая. Даже если нет на нее спроса, все равно будут покупать эту клейтронику торговцы других рас, так называемые утилизаторы, как говорят некоторые знающие пилоты. Просто есть такой скрипт, который просто скупает эту клейтронику и уничтожает эти корабли с полным грузом. Ну, клейтроники уничтожают корабли NPC, поэтому это буквально клейтроника, это как бы всегда будет пользоваться спросом и просто кладезь будет кладезь прибыли нашей. Станция не будет простаивать никогда. Давайте приступим. Для начала разметим участок. Побольше, естественно, потому что комплекс будет большой, много модулей, ну, скажем так, 12 на 12. Создать новый участок. Располагаем его не близко к воротам, чуть подальше, но и не очень далеко, где-нибудь здесь. Чтобы прибывающие корабли, подвозящие ресурсы, в данном случае у нас подвозиться будут только начальные ресурсы, это всякие газы, которые будут добывать наши шахтерские корабли, всякие руды. И вот, чтобы они не тратили много времени, ставим не так далеко от врат, но и не близко, потому что если мы близко комплекс поставим, корабли от врат будут идти на обычной скорости до комплекса. Это займет очень много времени. Я ставлю комплекс в сером секторе, то есть в секторе, который не принадлежит ни одной расы, поэтому лицензия у меня совсем бесплатная. Ну и используем фишечку, чтобы центр нашего куба был расположен на грани, а не в самом центре, и был направлен на врата, чтобы наши корабли не влетали в наш комплекс и не путались в его строениях, а сразу подлетали к стыковочному доку, который мы расположим у этой грани. Для этого, не покупая лицензию, еще пока, мы изменяем размерность по оси Z. По оси минус Z мы ставим 0, по оси плюс Z 12. Итого у нас будет тот же квадрат, 12 на 12 на 12 километров, но центр нашей постройки будет на нижней грани куба. Вот сейчас можно покупать лицензию. И повернем куб, чтобы был прям направлен ко вратам, наш центр. Вот врата, вот центр куба. Отлично. Место разметили. Теперь пора ставить станции. Центр нашего куба всегда внизу будет. Мы знаем, что мы на нижней грани центр нашей станции расположили, значит он здесь. Значит, наши стыковочные модули должны располагаться где-то здесь, по центру. Так, как мы будем подбирать станции? Мы производим клейтронику. Ищем модуль, производящий клейтронику. Вот он. Устанавливаем его и смотрим, что он потребляет. К сожалению, здесь одни знаки вопроса. Вот на этом экране схемы производства. Еще один то ли баг, то ли глюк, то ли непродуманность разработчиков. Может быть, это исправят в будущем. Но, тем не менее, раскрыв вот этот завод, мы можем посмотреть, что он производит и что потребляет. Итак, производство у нас в клейтронике 480 штук в час или тонн ли. И какие ресурсы у нас потребляются? АМ-элементы, энергоэлементы, микросхемы, квантовые трубки. Итак, а именно эти заводы нам нужно и пристроить. Давайте добавим завод АМ-элементов наш чертеж. Антиматерия, ячейки антиматерии вообще-то по-английски, да? Еще не все переведено, конечно. Это, конечно, ужас, но... Так, давайте смотреть, хватит ли нам одного завода АМ-элементов. Нам в час требуется ресурс АМ-элемент в количестве 400 штук. Сколько нам завод производит? 3300 штук в час. Более чем достаточно, я бы сказал, вообще более чем достаточно будут жуткие излишки, но которые мы сможем распродавать эти излишки и получать дополнительную прибыль. АМ-элементы мы завод поставили. Энергоэлементы нам требуется. Солнечную электростанцию нужно поставить. Посмотрим, обеспечить ли нам должное количество энергоэлементов солнечная электростанция. Требуется у нас 3000 потребляет завод АМ-элементов и завод клейтроники еще 560. Сколько производит солнечная электростанция? 12000 энергоэлементов. Более чем достаточно, даже не будем смотреть больше, хватит нам или нет, когда будем ставить другие заводы. Очень много она производит. Так, а далее идем. Что еще требуется для нашего модуля конечной продукции? Микросхемы. нам нужна фабрика микросхем. Ставим микрочипс. Фабрика микросхем называется. Смотрим, сколько она производит и хватит ли нам этих ресурсов. 640 необходимо для производства клейтроники и фабрика микросхем производит 480. Уже не хватает. Нам придется еще одну, еще один модуль производства микросхем поставить. Тоже в этом случае будет избыток, но который мы будем продавать успешно, увеличивая нашу прибыль. Так, с микросхемами разобрались. Микросхем более чем достаточно. Квантовые трубки нам потребуются еще. Ставим фабрику квантовых трубок. Так, Quantum Tube. Это вот она такая маленькая, она вертикальная наверное. Да. Хватит ли нам одной фабрики квантовых трубок? Проверяем. Нужны в количестве 400 штук в час. Может нам обеспечить этот модуль такое количество? 550? Да, вполне даже обеспечивает. Ну что ж, модуль конечной продукции клейтроники мы обеспечили ресурсами. Теперь давайте смотреть, какие ресурсы потребляют у нас промежуточные модули. В частности, фабрика микросхем, у нас их две, 300 энергоэлементов, вообще очень мало энергоэлементов, мы уже запаслись всего лишь одним модулем солнечной электростанции, 1200 кремниевых пластин, плюс 1200, 2400 штук кремниевых пластин нам нужно будет. Ставим завод кремниевых пластин. Так, силикон вейфа, кремниевые пластины, и посмотрим, сможет ли он нам обеспечить производство микросхем. 2400 в час, да, один в один. Никаких избытков не будет, но и недостаточно не должно быть. Завод кремниевых пластин производит 2400 в час, и наши заводы микросхем переместились в следующую очередь производства, по цепочке производства. Так, да, 2400 вполне себе достаточно. Итак, заводы по производству микросхем мы обеспечили ресурсами, теперь смотрим, чем мы еще должны обеспечить. Кремниевые пластины потребляет кремний, кремний мы будем добывать с помощью шахтеров, энергоэлементы, у нас очень большие запасы создает наш завод энергоэлементов. Итак, квантовые трубки требуют графен и сверхтекучие там чего-то не видно чего. АМ-элементы энергоэлементы есть, водород будем добывать. Итак, нам только завод квантовых трубок нужно обеспечить графеном и сверхтекущим каким-то чем-то. Оставим модуль производства графена и сверхтекучего чего-то. непонятно чего. Так, смотрим хватит ли нам производства. Так, сверхтекучий чего-то 1650 в час. Графен 1650 в час. Наша фабрика переместилась по цепочке производства в следующий этап квантовых трубок. Графен 580 сверхтекучий 150. Да, более чем достаточно будут избытки, которые мы будем распродавать опять же и получать дополнительную прибыль. Так, собственно, все. Чертеж мы составили, я думаю. Графеном обеспечили, сверхтекучим этим обеспечили. Здесь все нормально. Гелий будем добывать. метан будем добывать. Так, в общем, основное мы составили. Теперь, что нам еще понадобится? Естественно, понадобится хранилище, чтобы хранить запасы всех этих товаров. На хранилище лучше не экономить, поставить побольше. Я бы даже поставил L-хранилище, которое может хранить до миллиона товаров. миллион кубометров товара. Но, думаю, это будет, наверное, уже перебор. Все-таки комплекс не такой большой, поэтому давайте M-хранилище всех видов поставим жидких товаров. Ну, жидких это газы. Твердых это руды всякие у нас. и контейнеры. Это готовая продукция, различные микросхемы, промежуточные товары с типом контейнер. Так, хранилище мы обеспечили, ну, естественно, стыковочный док. Стыковочный док поставим попозже, а сейчас скомпонуем комплекс. Можно, конечно, вручную все это скомпоновать, но это уже для любителей, кто любит сам компоновать комплексы красивые какие-то. Мы сейчас воспользуемся просто кубиком. Вот такая штука у нас получилась. Стыковочный док нам нужно воткнуть куда-то. Стыковочный док должен у нас смотреть в эту сторону, в сторону этой грани. Ну, давайте поставим стыковочный док для больших кораблей. Повернем его в эту сторону. так, и поставим стыковочный да, вот, он прям почти в центре, то есть большие корабли прибывают сюда, к центру нашей станции, которую мы разместили на нижней грани куба нашего, и стыкуется тут без проблем. И стыковочный док для малых кораблей для М. Давайте обязательно поставим на 3М площадки вот такой вот. Можно базовый поставить, можно такой, они чисто оформлением только отличаются. Можно поставить его вот сюда, прям, тоже напротив центра, малые корабли прибывают сюда, к центру станции, и летят стыковаться к доку. Ну, можно поближе к центру станции док отнести, как мы это делали, допустим, в X3, да, относили стыковочный док поближе к вратам к точке прибытия кораблей в сектор. Также и здесь, поближе к центру станции. Для этого используем выносные модули. Вот примерно как-то так используем тройничок и используем тот же выносной модуль. Давайте покороче выносной модуль используем. Вот так вот. Все. Теперь у нас малые корабли сюда прибывают, сюда большие, никто никому не мешает, станция не мешает прибытию кораблей. И я думаю все. Нанимаем строителя, выделяем деньги для постройки. во сколько нам все это обойдется этот довольно большой комплекс 42 миллиона. Довольно таки дорого, плюс чтобы купить все эти чертежи, нам тоже в кругленькую сумму покупка чертежей всех этих модулей обойдется. Но это все окупится сторицей. Давайте побольше выделим 48 миллионов. Наймем корабль строитель. У меня вот есть свой уже. Поэтому нанимаем свой. И запускаем строительство. Отлично. ждем когда прибудет наш корабль строитель выставит заказы на закупку ресурсов для постройки и начнет строить. Сейчас посижу на сете и думаю много времени это не займет. Итак наш комплекс построен нам остается только сесть на него и подправить работать менеджера нашего на комплекс. Давайте сядем выгрузим менеджера. только не тормози игра. Так отлично. так где-то у меня там был один персонал второй пилот и обслуживающий персонал вот. Так связываемся с ним поработайте на меня в другом месте на фабрике корабельного оборудования так сейчас называется выбрать назначаем роль менеджер назначить все менеджер у нас есть нам остается только назначить добывающие корабли в подчинении фабрики я я закупил 3 добывающих корабля бура для добычи кремния нам кремнии нужен назначить назначить роль по умолчанию защищать назначить роль добывать эти пусть добывают кремнии и нам еще нужны газодобытчики 2m газодобытчика я купил также назначаем роль добывать вообще конечно м кораблей лучше побольше назначить для фабрики вот они в подчинении сейчас прилетят и начнут добычу лучше конечно побольше назначить м кораблей штук по 5 наверное на газы и штук 5 на руду можно конечно купить л корабли и подчинить фабрики л добытчики огромные добывающие корабли но к сожалению в x4 л корабли очень тупят очень они могут в присутствии игрока по 20-30 минут входить во врата стыковаться к станциям поэтому болен и я отлично ими вообще не пользуюсь потому что они полностью сломаны большие корабли торговые в x4 надеюсь разработчики это рано или поздно поправят надежда как говорится умирает последней так что ж корабли назначили мы нам еще нужно будет назначить какой-нибудь контейнеровоз вот у меня меркурий агрессор для торговли торговать он нам пригодится чтобы закупать детали для различных турелей дронов это нам теперь давайте посмотрим вообще схему производства нашего вот все все проставилось когда все фабрики уже построены все названия завода все вот эти ресурсы у нас показываются на схеме уже не вопросиками этими дурацкими и мы видим полную цепочку нашего производства энергоэлементы поступают на склад энергоэлементов наши шахтеры будут добывать кремний метан гелий водород и привозить их на склад и все эти ресурсы идут на наши заводы цепочки первого уровня кремниевые пластины завод на завод графена сверхтекущих хладагентов аэмэлементов которые в свою очередь поступают на склады этих материалов а со складов идут на производство микросхем квантовых трубок поступающих соответственно на склады и идущих на производство конечного продукта клейтроники которая поступает на склад и потом со склада продается что нам нужно сделать в первую очередь в первую очередь нам нужно проверить что не стоит ограничение на торговлю с другими фракциями по крайней мере кремния метана гелия и водорода то есть продуктов которые наши добытчики добывают проблема в том что добывающие корабли работают достаточно тупо и вот сейчас когда мы их приписали они полетят добывать всего лишь один ресурс допустим метан я не знаю какой они там выберут первые но все ломанутся за одним ресурсом пока не наполнят склад этим ресурсом за другим не полетят поэтому лучше чтобы наш менеджер закупал вот эти вот газы еще и неписей по крайней мере первое время чтобы наполнить склады чтобы запустить производство побыстрее чтобы запустить наш комплекс комплекс остальные ресурсы нам можно если вам жалко денег у вас мало кредитов нам нужно ограничить торговлю с другими фракциями чтобы наш менеджер не закупал эти ресурсы если у вас достаточно денег их не жалко можно не ограничивать торговлю с другими фракциями менеджер поначалу будет закупать эти ресурсы И наш комплекс запустится гораздо быстрее. Ну давайте, я в этом... Я просто запрещу торговлю. С другими фракциями. Мне, допустим, жалко денег. У нас же замкнутый комплекс. Эти ресурсы будут производиться, и мы не будем закупать. О-о-о, неописи. Промежуточные наши товары. И вы не ограничивали торговлю с другими фракциями. По мере заполнения складов, когда склады заполнятся товаром настолько, чтобы запустился цикл производства конечного продукта, клейтроники, то все можно ограничивать уже смело торговлю с другими фракциями промежуточными ресурсами, но газы все-таки я не рекомендую ограничивать торговлю с другими фракциями, чтобы у нас вот этот ресурс с первого уровня не было дефицита в этом ресурсе. Когда склады уже достаточно наполнятся газами, тогда уже можно ограничивать, но нужно следить, чтобы хватало наших добывающих кораблей-шахтеров для того, чтобы пополнять склады вовремя. Ну, похоже, все. Сейчас нужно немножко подождать, пока наполнятся склады. Я смотрю, я тут в пиратском секторе построился, мне кажется, выкашивать просто будут. Будут просто выкашивать и добывающие корабли. Ну да, конечно. Построился в ничейном пиратском секторе. Куча пиратов, нет охранных кораблей. Об охране нам нужно позаботиться самим, естественно. Ну давайте, есть у меня тут. Один кораблик. Патрулировать. Давайте припишем к станции его на патрулирование. Роль по умолчанию защищать. Пусть колосс и авианосец защищают станцию. Это на кого они, бедненького, напали там? Эти пираты. Ну и, конечно, нам нужно, раз такое дело, на наш комплекс поставить турели. Многие модули позволяют устанавливать турели. Заходим сюда. Устанавливаем щит турельный и... Какие-нибудь турели. Ракетные обычно, очень эффективные. Щит, турель. Щит, турель. И так у каждого завода щит, турель. Ну по две, естественно. Чтобы была защита максимальной. Как-то так. И так у каждого завода. Кроме того, нам потребуется снабжение дронами. После постройки фабрики у нас дронов нет. Но нам понадобятся, естественно, грузовые дроны. Автопополнение давайте грузовых дронов сделаем. Чем больше, тем быстрее будут разгружаться корабли. Если у нас большой комплекс, кораблей прибывающих много. Ну давайте штук 30, наверное, для этого комплекса достаточно будет. Защитные дроны давайте побольше. Не будем жалеть. Тоже штук 30 против этих же пиратов. И ремонтный дрон, чтобы наш комплекс чинился. На ремонтных дронах вообще экономить не стоит. Так, вот так вот. Автопополнение выставили мы. Теперь наш менеджер будет автоматически закупать ресурсы. И будет производить сам эти дроны. Так, вот так вот. Что-то я перебрал там с количеством. Так, автопополнение поставили. Конечно же, выделим денег менеджеру. Счет станции. 5 миллионов, наверное, маловато будет. Для запуска мы побольше, наверное, выделим. Миллионов 20, наверное. Все. Электростанция наша начала производить. Вот электростанцию я бы, наверное, по энергоэлементам... А, он и не будет закупать. Это же у нас самый первый продукт самого низшего уровня. Он не закупается. А вот почему он не распродается, интересно, почему я продавать не могу его? Если излишки у нас будут энергоэлементов. Это вопрос. Это вопрос. Так. Все. По мере наполнения складов будет запускаться наш комплекс. модуль за модулем. Сначала вот эти модули второго уровня цепочки производства. Потом эти модули третьего уровня цепочки производства. А потом и клейтроника будет у нас запускаться. Можно увеличить эффективность производства, построив жилые помещения для работников. Так называемые общежития. Хотя, конечно, название общежития это трудности перевода, похоже, местного. Так, общежития у нас есть. Жилые модули, да. Строим жилой модуль. Ресурсы для строительства есть. Назначаем нашего строителя. Подтвердить изменения. Жилой модуль отстроится. На какое количество каждый жилой модуль рассчитан на определенное количество работников. Допустим, модуль М рассчитан на 500 человек. на 500 рабочих. В свойствах фабрики мы можем узнать оптимальное количество рабочей силы для производства нашего. 2130 человек нам нужно, чтобы максимально повысить производительность нашей фабрики. Поэтому для оптимальной производительности пристраиваем не один модуль, а сразу несколько. Вот L-класса общежития. Сколько, интересно, у нас? На 1000 человек. То есть парочку еще L-класса нам жилых модулей надо поставить. Вот так вот. И вот так вот. Побольше выделим на всякий случай для строительства. Так, теперь у нас жилых модулей на 2500 человек. Удовлетворяет это оптимальному количеству работников нашей станции? да, вполне влезут. После постройки этих жилых модулей будут у нас постепенно сами собой прибавляться текущие работники помаленечку. Ну, для того, чтобы набрать 2130 человек, должно пройти значительное время. Но, когда это количество человек у нас заселится на станцию и будет работать, то процентов на 30-40 производительность нашей станции увеличится. то есть на 30-40 процентов у нас будет больше комплекс производить конечного продукта клейтроники. Так, ну что ж, в общем-то, наверное, наверное, это все, что я хотел рассказать. Наверное, это все. Давайте еще можно, по идее, чтобы быстрее закупить, быстрее запустить модуль, автоматическую цену закупки выставить на максимум. Она и так выставлена автоматически на максимум, наверное. Наверное, лучше не трогать автоматической цены. Значит, что я хочу сказать еще по объемам производства. Сейчас мы поставили комплекс, построили, который производит, который содержит один модуль конечной продукции к лейтронику. По идее, чтобы увеличить прибыль, соответственно, и увеличить количество производимой продукции конечной, можно поставить еще несколько таких модулей к лейтронике, ну, плюс еще сопутствующие вот эти содержащие модули, чтобы у нас сохранился замкнутый цикл производства. тем самым увеличив в 2-3 раза выпуск готовой продукции. Но модуль получится, комплекс получится достаточно громоздкий, начнутся, скорее всего, проблемы с FPS, если более 200 модулей будет в комплексе при влете в сектор, FPS будет неважный. Поэтому я рекомендую просто ставить вот такие одиночные модули отдельно в каждом секторе. То есть штук 10-20 таких комплексов разбросать по всей вселенной в каждом секторе поставить. Так будет быстрее, быстрее наши комплексы будут производить, быстрее забираться готовая продукция. Дело в том, что есть такая фишка в X4 у торговцев, которые скупают готовую продукцию, они предпочитают далеко не летать, выбирают станции поближе. На дальние станции летят очень неохотно, поэтому если мы поставим супер мега комплекс только в одном секторе, торговцы из дальних секторов просто не будут на него летать, поэтому лучше несколько поставить таких небольших комплексов клейтроники в каждом секторе причем чем хороша клейтроника, то есть она скупается в любом случае, даже если заводы, которые нуждаются в клейтронике, переполнены уже этим товаром под завязку и больше не закупают ее, то клейтронику у нас будут закупать специальные фейковые торговцы, которые покупают этот товар и просто уничтожаются игрой, по крайней мере так утверждают знающие пилоты, и так было в x3, так было в x3bos, ну почему бы так не быть в x4, поэтому чем больше мы этих комплексов клейтроники понастроим, тем больше у нас будет прибыль, можно выйти просто на гигантские прибыли, но я думаю там есть какой-то порог прибыли, то есть если мы построим допустим больше 30 таких комплексов, то у нас уже прибыль не будет расти, есть какой-то там порог, количество вот этих фейковых торговцев, утилизаторов, конечно, конечно, склады станций, которые используют клейтронику для производства, поэтому вот дороговато обходится конечно этот комплекс наверное 42 миллиона только на постройку, нам еще чертежи нужно было добывать, но это все окупится, окупится просто, они бешеные деньги, эти комплексы будут нам приносить, если их успешно запустить, да еще увеличить эффективность производства рабочей силой, но еще хочу сказать, что поначалу, если вы еще только начинаете, у вас мало кредитов, комплекс можно строить поэтапно, поэтапно строим комплекс, сначала допустим размечаем участок, можно даже не такого огромного размера, если у вас нет денег на лицензию, мы ставим в каком-то обжитом секторе, где лицензия под место под постройку достаточно дорогая, сначала ставим электростанцию, самую простейшую, самый простейший модуль с докмодулями, производим энергоэлементы, распродаем их, получаем прибыль, затем постепенно наращиваем модулями, производящими ресурсами второго уровня, следующего, да, это завод кремниевых, модуль кремниевых пластин, пристраиваем, модуль графена, сверхтехуч кладагентов, АМ-элементов, потихонечку пристраиваем по мере того, как богатеем, затем ресурсы третьего уровня, пристраиваем модули микросхем, модули квантовых трубок, и под конец ставим модуль клейтроники, все это можно делать постепенно, не обязательно строить, разумеется, сразу. Ну что ж, друзья, пожалуй, это, наверное, все, вся информация, которая необходима для успешной постройки таких замкнутых комплексов, приносящих нам огромную прибыль, стройте, богатейте, развивайте свою империю, с вами был Радиус, и всем удачи!